Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы транслируем во внечередной передаче о демонстрации «Остановите принуждение к сексуальному просвещению в начальных школах», которая вчера проходила в Кёльне. Инициатива о беспокойной родителе Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии призвала к этой демонстрации, и Кляг Мауа Ти Ви сообщает с места события. В Кёльне собрались люди из различных областей Германии, а также из приграничных стран, которые своим присутствием и участием в марше вырослили свою солидарность с инициативой обеспокоенной родители. В своей речи инициатор движения просветил присутствующую публику на тему принудительного секс-просвещения и указал на еще действующие законы, которые по факту должны бы пересекать это насилие. Но сами послушайте и посмотрите. Мы подключаем теперь съемки из Кёльна. Уважаемые дамы и господа, мы вас сегодня приветствуем в Саранкалий-плац в Кёльне, где уже собралось множество народа, и через несколько минут начнется митинг с последующим шествием через центр города. Это мероприятие организовали обеспокоенные родители федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия под девизом «Остановите принуждение к сексуальному просвещению в начальных школах». «Хотят обратить внимание на ситуацию в нашей стране, о которой в СМИ, к сожалению, едва упоминается, но которая имеет трагические последствия для многих учеников и их родителей. Принужденное присутствие всех учеников на уроках сексуального просвещения, для которого нет никаких исключений. Но среди населения растет сопротивление. Ведь то, что преподается в начальных школах и что там происходит, касается детей всех слоев общества. Все больше родителей встают против этого. Хотя и не все сегодня могут быть здесь. Сегодня с интересом ожидается требование инициативы от имени всех обеспокоенных родителей, которые будут озвучены. А также стоит вопрос, как среагируют на это государственные СМИ и правительные органы. Мы теперь переключаемся на митинг. Благодарим за ваше внимание и оставайтесь с нами, чтобы и вы были информированы и могли сформировать свое мнение к этой тематике». Дорогие демонстранты! У меня в руках сообщение прессы о решении Верховного суда города Хамм от 26 августа 2013 года, в котором вынесено решение против родителей мальчика из Верндорфа. Я цитирую. «Посупив в школу в 7 лет, мальчик отсутствовал более 40 дней уже в первом полугодии. В последующие годы он посещал две другие школы, в которых задерживался лишь на несколько дней. В решении суда сказано, что родители уклонялись от того, чтобы отсылать мальчика в общественную школу против его воли. После нескольких бесплодных попыток властей склонить мальчика к добровольному посещению школы, в конечном итоге дело дошло до Верховного суда, который лишил родителей права регулировать самостоятельные школьные вопросы и дословно обязать родителей позаботиться о том, чтобы мальчик выполнял школьные обязанности и мотивировать его к посещению школы. В этом случае в качестве наказания подписывается само собой разумеющееся, то есть регулярное посещение школы, хотя мальчик многие недели не появлялся в ней. Примечательное судебное решение. Почему? Это мы сейчас увидим. Второй случай. Происшедший в том же регионе и ставший поводом сегодняшней демонстрации выглядит совершенно иначе. Маленькая Мелита Мартинс покинула класс на уроке сексуального просвещения, потому что ей при этой теме стало нехорошо. Даже попытка директора школы затащить ребенка назад в класс не удалась, так что девочке пришлось отсидеть урок в учительской. Для большей ясности, для сравнения. Она не пропустила ни дня школы и во всех остальных уроках принимала участие. Чтобы нам понять поведение школьницы, я процитирую сообщение службы новостей ВДР 26 июня 2013 года о подобном случае школы в Борг. Во время урока сексуального просвещения в шестом классе дети массово падали в обморок, когда им нужно было рассматривать на картинках половые органы. Конечно же, сразу вызвали скорую помощь, и одного ребенка даже пришлось отвезти в больницу для дальнейшей оказания медицинской помощи. Но это факт, что никого из детей не тащили на его место, но больше того, по всей Германии этим детям сочувствовали. В этом случае никаких последствий для родителей не было, так как они ведь невиновны в том, что детям становится плохо. Но теперь вернемся назад к девочке-школьнице, которая почувствовала себя плохо на уроке сексуального просвещения. Хотя Милиту Мартинс все знали как прилежную, умную и позитивно активную, в этом случае суд не проявил милосердия. После второго пропуска урока сексуального просвещения последовал удар немилосердной руки нашего закона. После денежного штрафа, означающего раскаяние, который родители Милеты отказались заплатить, последовало обвинение перед судом. Потом посещение судебного исполнителя и в конце концов передача дела в Верховный суд, перед которым родители уже не имели права сами себя защищать. Потом последовало еще одно последнее предписание штрафа, за которым в семье Мартинс пришло уведомление, что им приписан арест. Мы говорим здесь о родителях восьми, а даже скоро детей и детей. Отец семейства уже отбыл свое тюремное наказание. Матери, находящейся на последних месяцах беременности, это еще предстоит. Хотя наша Конституция, статья 6.4, дает каждой матери право на защиту и попечение о ней со стороны общества. И все же этим несоизмеримо жестким наказанием данный вопрос еще не исчерпан, поскольку штраф еще не выплачен и у семьи Мартинс еще есть дети, которые скоро окажутся в подобной ситуации. Как это возможно, что в отношении одинаковых случаев, а именно случаев отсутствия на уроке, были вынесены два таких совершенно разных приговора. В отношении одного пропущенного урока, уведомления о штрафе и последующее тюремное заключение, в отношении недельного отсутствия, на протяжении нескольких лет родители просто обязали отправлять своего ребенка в школу. Где же здесь объективность суда? Дорогие демонстранты, этот жуткий пример не единственный. В течение нескольких лет, не инфермируя общественность, под арест сажали родителей, чьи дети пропускали такой важный урок полового воспитания, хотя мы, родители, согласно статье 6, пункт 2 основного закона, самые первые имеем право и обязаны воспитывать наших детей. Я спрашиваю себя, что же это за судьи, которые выносят такие приговоры и при этом могут спокойно спать? Что происходит с учителями, которые прощают прогульщиков, но нервничают при виде тех, кто отказывается от полового воспитания? Как должен чувствовать себя полицейский, который должен привести такой приговор в исполнение от имени народа? Но это также наводит меня на вопрос, что же именно такого важного на уроке полового воспитания на самом деле, что принимаются такие радикальные меры? Пожалуй, самым весомым аргументом, который мы всегда слышим, является так называемый страх перед подростковой беременностью, которую хотят предотвратить посредствием раннего сексуального просвещения. Однако этому аргументу противоречит, среди прочего, Die Deutsche Zeitung с множеством контраргументов. Я цитирую. По данным исследований в США, ранняя беременность у девочек-подростков связана с тем, что они слишком много смотрят телевизор, и в частности программы о флерте, сексе и партнерстве. Такое количество передач сексуального содержания на телевидении оказывает влияние на сексуальное поведение подростков. И именно в связи с этим количество подростковых беременностей возросло, говорит исследователь Анита Чандра в журнале Американской Академии Педиатрии. Это говорит Die Deutsche Zeitung. Еще одна цитата из другой статьи газеты Die Deutsche Zeitung. Последние годы беременности среди подростков стали предметом исследований, не в последнюю очередь из-за того, что их число с середины 90-х годов возрастает, и сексологи, как и политики по делам семьи, ищут этому объяснение, а также противодействие. Итак, если и наши признанные СМИ подтверждают, что число беременностей среди подростков, несмотря на умножение сексуального просвещения и сексуального развлечения по телевидению и интернету, постоянно прибавляются, то принуждения к сексу-просвету едва ли могут быть решением проблемы. Не лучше ли было бы отдать под суд и наказать производителей выше названных сериалов, фильмов и интернет-сайтов, а также позаботиться о том, чтобы дети не имели доступа к жесткой порнографии, но это, кажется, не входит в интересы нашего федерального правительства. Почему ради всего на свете наша политика по делам семьи нацеливается радикальным курсом диктатуры на то, чтобы прямо-таки сексуализировать наших малышей? Вы думаете, я преувеличиваю? Тогда закажите себе в федеральном центре медицинского просвещения брошюру «Тело, любовь, игра в доктора». Согласно этому институту, она является советником родителям для детского сексуального развития с первого по третий год жизни. Я не говорю здесь о школьных лет, а о возрасте. Ознакамливаться с этой брошюрой лучше всего натощак. Родителям с малыми детьми я советую сейчас закрыть им уши. Я хотел бы прочитать несколько цитатов из этой брошюры. Цитат из главы «Первый год жизни». Некоторые дети уже в первый год жизни показывают интерес к половым органам родителей, например, в ванной. Они хотят их рассматривать, иногда потрогать. И в этом случае значится, чтобы вы не препятствовали исследовательскому поведению. Цитата из главы «Второй год жизни». У некоторых детей уже в 17 месяцев наблюдались самостимуляции вплоть до оргазма. Самоудовлетворение у мальчиков и девочек отличается тем, что последние скорее пользуются предметами. Ребенок не различает между нежность, чувственность или генитальным прикосновением. К теме совместного купания с детьми автор пишет. Любая область тела и, конечно же, гениталии иногда вызывают у взрослых возбуждение чувства от интенсивного изучения. Цитата из главы «Третий год жизни». Поэтому важно, чтобы все объяснения относительно зачатия имели не только техническую сторону, но описывали также и чувства, которые могут испытывать мужчины и женщины во время акта зачатия. В этой взаимосвязи часто задаются вопросом, плохо ли для ребенка, если он случайно стал очевидцем полового акта родителей. Как правило, это так, что ребенок воспринимает эту ситуацию не так особенно, как родители. То, что здесь звучит как реклама педофилии, в действительности справочник, рекомендованный Центром образования по просвещению о здоровье, несведущие родители, которые следуют этому извращенному руководству, неосознанно занимаются сексуальным злоупотреблением детей. И тут я спрашиваю себя, кто ответит за это? Кто понесет ответственность за нанесенный детям вред? Это и является драмой. Наш немецкий уголовный кодекс очень ясно говорит на эту тему. Параграф 176 пункт 4. Лишению свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет или денежному штрафу подвергается тот, кто, первое, совершает сексуальное действие в присутствии ребенка, второе, склоняет ребенка совершать сексуальные действия, третье, воздействует на ребенка, показывает журналы, чтобы склонить его к сексуальным действиям, четвертое, или воздействует на ребенка, показывая иллюстрации, изображения, давая прослушивать магнитофонные записи порнографического содержения, или введя соответствующие разговоры. «То есть, я думаю, здесь все понятно, что касается закона, он закон на нашей стороне?» Тем самым наш уголовный кодекс предоставляет ясную основу для ареста и заключения многих учителей сексуального просвещения в начальной школе, так же, как и многих родителей, следующих указанием выше названной книги справочника, так как они согласны закону преступники. «В действительности же заключают под арест тех родителей, которые полные заботы о своих детях, хотят защитить их от вреда порнографии в немецких школах, а скоро так же и в детсадах. А те родители, которые в присутствии детей сами совершают порнографию, успокоены этой брошюрой». Википедия дает определение порнографии следующим образом. «Порнография — это прямое изображение человеческой сексуальности или полового акта». Я думаю, эти все критерии, они осуществлены. Дорогие демонстранты, согласно телеканалу Н24 и многим другим службам новостей, во всем мире отмечается стремительный рост числа педофилов. Если мы сегодня лишаем детей естественных барьеров, мы завтра отправляем их в руки этих больных людей. И что еще хуже, мы делаем этих больных людей общественно приемлемыми. Аргумент, будто ранним просвещением детей, хотят предотвратить сексуальные злоупотребления перед лицом актуальных развитий, просто слаб. Если мы слишком рано разжигаем в детях сексуальные потребности, они их захотят удовлетворить, что они и делают, становясь старше, как мы это можем видеть. Кроме того, дети отвлечены от более важных вещей в их возрасте, изучения нужных предметов, чистые детские игры с другими детьми и открытия огромного мира вокруг себя. Тут вам нужно лишь вспомнить свое собственное детство. Какие у вас были интересы? Или вам что-нибудь не хватало, потому что у вас не было этих уроков, этих предметов? Однако из-за того, что считают, будто критики раннего сексуального просвещения религиозные или ущербные люди, большая часть населения уже не осознает, насколько драматична ситуация, с которой мы имеем дело. Тут я хотел бы обратиться ко всем присутствующим представителям СМИ, чтобы они нас поддержали. Давайте же совместно проявим уважение и признание родителям, которые дают миру детей и годами воспитывают их и тем самым дают один из самых важных трудов для нашей страны. Ведь семьи с представлениями о ценностях все равно религиозные, культурными или этическими. В этой политике воспитания попадают во все большей мере под давлением и больше не воспринимаются всерьез. Мы говорим конец этому всему. И теперь я спрашиваю у вас, хотим ли мы, чтобы наши дети росли как сексуальные существа и потеряли всякий психологический барьер? Нет! Хотим ли мы, чтобы наши дети получили почти везде беспрепятственный доступ к порнографическим материалам? Нет! Согласны ли мы с тем, что судам требуются годы для переработки педофильного прошлого партии «зеленых» и до сих пор не были названы хоть какие-то последствия для них? Нет! Согласны ли мы с тем, что с другой стороны заключают в тюрьмы родителей, как мартинцы, которые озабочены благополучием собственных детей и которые обеспечивают нашу стройную потомством? Нет! Согласны ли мы с тем, что мать восьми детей на последнем сроке беременности Луизы Мартинс должна отбыть тюремное заключение, так как она заботилась о благополучии своего ребенка? Нет! Давайте мы вместе встанем против «это нет», чтобы нас опять воспринимали всерьез. Тут я теперь хотел бы выразить нашу солидарность с семьей Мартинс и со всеми родителями, которым пришлось испытать эту несправедливость на себе. Мы хотим им пообещать, что не станем молчать. Единственное, что сейчас поможет, это обширное просвещение всего населения об этом беспорядке, и чтобы мы все поднялись для борьбы, потому что где несправедливость становится правовой нормой, там сопротивление становится обязательностью. Большое спасибо за ваше внимание. Теперь мы начнем шествие через центр города. Потом еще в конце будет закрытие, опять на этом месте. То есть мы вернемся сюда, и здесь будет еще такое, как заключение. Но теперь мы хотим поднять наши голоса и просто людям огласить, что у нас на сердце. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Так что давайте, на самом деле, не уходите, не уезжайте домой. Действительно, не уезжайте домой, не уезжайте, не оставив свои координаты. Как я уже сказал, достаточно того, что вы можете дать будь то ли номер телефона, электронная почта. Давайте останемся ВКонтакте. Я считаю это очень важным. Мы останемся при деле. Я сейчас хотел бы также обратиться непосредственно к средствам массовой информации и к нашему правительству. Я хотел бы обратиться к ведовствам по делам молодежи, ко всем инстанциям, которые принимают решения в этой области. Я хотел бы обратиться к суду. Я хотел бы обратиться к исполнительным органам власти и полиции. Пожалуйста, 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 слушайте свое сердце в этот момент. Не позволяйте вас купить. Каждый знает, наверняка, каждый судья все это точно знает. Закон на вашей стороне, а сердце на нашей стороне. А что касается сегодняшнего митинга, это очень важно для меня сказать сердечное спасибо кёльнской полиции, которая организовала хороший маршрут в преддверии митинга и была всегда готова помочь, которая сейчас при проведении была на нашей стороне. Я сердечно благодарю вас. Нам необходимо это продолжать, и я думаю, что мы будем это делать. Средства массовой информации, желающие взять сейчас интервью и имеющие вопросы, выйдите вперед. Я буду стоять здесь слева. Задавайте нам вопросы, делайте все возможное. Но сообщайте об этом, прекратите молчать, информируйте, информируйте об этом. И прежде всего, не представляйте эту историю в другом свете. Это уже утомляет, когда все затыкают в религиозную область. Это уже давно ничего общего не имеет с религией. Это действительно утомительно. Это не имеет ничего общего с религией. Это раздражает, это очень нервирует. Религия тут ни при чем. Это затрагивает людей из всех слоев, из всех слоев общества. Это касается всех детей. Итак, огромное спасибо вам всем от всего сердца. Я хочу прочитать предложение Бертольда Бречта. Это предложение такое классное, но хорошо вписывается в сегодняшний день. Я хотел бы им сегодня закончить. Там, где несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом. И этому долгу мы следуем. Спасибо. Дамы и господа, очевидно, принуждение к сексуальному просвещению очень занимает людей, потому что многие пришли, чтобы своим присутствием обратить внимание на беспорядки, которые все больше преобладают в наших начальных школах. Может быть, это толчок для будущих подобных встреч, на которых мирные граждане воспользуются своим правом на протест, чтобы в этой стране принуждение к сексуальному просвещению было отменено на благо наших детей. Этим сообщением из Кёльня мы сегодня с вами прощаемся. Если вы заинтересованы в дальнейшей информации на эту тему, мы рекомендуем вам документальные фильмы про отцы ранней сексуализации и принуждение к сексу на Клягмао ТВ. Доброго вечера! Продолжение следует... Продолжение следует...